Итак, всем привет! Сегодня среда и с вами Александр Котин в рубрике «Открытый микрофон». Но я уже завершил свой финансовый год еще на прошлой неделе, поэтому у меня нет открытых сделок и я их не буду открывать до 6 января как минимум. Но это не означает, что вы должны поступать так же, как я. Если вы хотите торговать, то пожалуйста. А я вижу, что под прошлым моим видео вопросов нет, поэтому начнем мы с вами с евро-доллара и посмотрим основные валютные пары, расскажу о том, как я их вижу в настоящий текущий момент времени. Евро-доллар, на мой взгляд, остается тенденция нисходящая. Здесь мы видим зону, от которой были сильные отбои и сильные закрытия, то есть мы видим такие вот экстремальные бары. На четырех часах, если говорить о том, что это 1, 2, 3, то действительно нет здесь дивергенции, но это уже не походит на четвертую волну, это скорее развитие какого-то импульса вниз. Хотя эта ситуация в данный момент 50 на 50, я бы не стал здесь торговать в шорты, потому что не было дивергенции вот тут, в лонг, потому что не было дивергенции вот тут. Собственно говоря, такая ситуация 50 на 50, и я бы держался от нее подальше. Фунт, на мой взгляд, начинает корректировать уже сформировавшуюся импульсную волну. Волна А пока здесь образовалась, вероятно, еще можно увидеть какую-нибудь волну Б и уже с нее шортить. Но вот видим на четырех часах, что волна А удлиняется и завершения ее нет. Поэтому я бы не стал здесь даже рассматривать лонг, я бы понаблюдал за коррекцией вот этой некой волны А и уже посмотрел бы возможности для входа в волну С, волну С. Швейцарский франк, на мой взгляд, на дневном графике имеет возможность продолжения вниз, но опять же в рамках некого диапазона старшего таймфрейма. И, на мой взгляд, можно попробовать здесь найти шортовые сигналы, но только после завершения коррекции данного импульса, который хорошо виден на четырехчасовом графике. Пока, на мой взгляд, это только волна А, Б и, возможно, при появлении волны С мы увидим сигнал на продажу, но, естественно, среднесрочный. Йена не очень понятный инструмент в данный момент времени, но на дневном графике очень походит это все на удлинение в пятой волне. Хотя на недельном здесь параллельный рынок. Это говорит о том, что движение вверх, оно с достаточно большой долей вероятности продолжится. Вопрос только в том, что в этой области на четырехчасах здесь, скорее всего, будут только слабые сигналы на вход. Австралийский доллар также видим 1, 2, 3, 4, 5 на четырехчасовом графике. Недельный у нас предпринимает попытку развернуться вверх и изменить тенденцию. Я думаю, что все будет зависеть от проторговки вот этой области, где уже несколько раз мы видели, что цена отбивалась. Сейчас, скорее всего, может появиться новый импульс вверх. Но закрепление выше этой области я бы рассматривал как возможность смены тенденции. И уже от этой области какие-то покупки могут прийти при этом. Но на новозеландце все-таки тенденция, на мой взгляд, поменялась. И мы можем сейчас говорить о развитии восходящего импульса, который никак не может быть АБЦ. Но пока он у меня был размечен таким образом. Здесь был сигнал на покупку непосредственно по тренду с очень коротким стопом и отношением риск-доходность. На текущий момент как минимум один к трем, к четырем. Ну и тут больше про новозеландец говорить нет смысла. Канадский доллар также находится в диапазоне на дневном графике. Возможно, такая вот треугольная коррекция формируется на четырех часах. Вполне возможно, что это импульсная волна. Один, два, три, четыре, пять. И вот волна А, Б при наличии волны С в этой коррекции, я думаю, тут могут дальше прийти продажи. Золото продолжает расти по всей вероятности. Ну вот тут была зона не очень понятная. Но тем не менее, по всей вероятности, один, два, три, четыре. И вот развитие идет пятой волны. Тут были точки входа, но тут нужно было набраться терпения, если вы по ним заходили, для того, чтобы дождаться текущего движения вверх. Серебро такая же ситуация. Тут была дивергенция, был сформированный ABC паттерн в коррекционной волне. Один, два, три, четыре. И вот развитие идет пятой. В S&P 500 мы видим в данном случае развитие тенденции. Она продолжается. И я считаю, что продавать здесь еще рано. Если взять четырехчасовой график, то здесь могут быть множественные дивергенции вследствие удлинения данной волны. Биткоин. На мой взгляд, все-таки, вся вот эта волна, она оформилась в один, два, три, четыре, пять внутри волны А. Если мы вспомним недельный график, то там формируется похожая коррекция, которая уже здесь была. То есть коррекция, похожая на ту, которая уже здесь была. И в данном случае я бы просто рассматривал пока только продажи, потому что эта ситуация, на мой взгляд, повторяется. Если здесь мы корректировались где-то примерно в процентов 80 от подъема, то здесь не исключено такое же развитие ситуации и просто ее повторение просто в меньшем масштабе. Говорить здесь про какие-то волны я бы не стал исключительно вот на недельном графике. Но очень возможно формирование сужающегося диапазона. На нефти, скорее всего, локальный импульс внутри вот этого треугольника или так называемой треугольной коррекции, пока мы ее видим, что, возможно, она так выглядит, не завершился этот импульс. Вот один, два, три. Видите, три, четыре. И, возможно, тут еще развитие пятой волны внутри этой волны Си. А потом можно будет смотреть, будет тут разворот или нет. Но я бы не стал с самого-самого разворота заходить. Я бы подождал какой-то первый импульс вниз. Пожалуй, на этом у меня все. Я желаю вам хорошего трейдинга. И встретимся уже в новом году. Заранее с наступающим Новым годом. С вами был Александр Котин. Если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Всегда рад пообщаться. Пока-пока.